1757 год но основное всемирное событие семилетняя война ну кстати в 57 году как раз роман про луция катина которая сейчас читаю акунинский но я дочитаю уже скоро дочитаю будет в дневниках рассказ про что из этого вынес ну довольно такой динамичный роман фридрих захватив саксонию решил быстро наступать и вывести из войны австрии пока франции и россии не подключились то вот все называется бегство вперед это вообще характерно для германии то что германия всегда была достаточно слабая победить могла наскоком но иногда получалось допустим в 1870 году париж взяли вот он пытался быстро пока вот всей континентальной страны против пруссии ничего не двинули против германии на пытался быстро победить поэтому он активно двинулся в богеме в чехии то есть где захватил прагу и из праги быстро начал наступать на вену однако 18 июня 1757 года в окрестностях города колин австрийцы разбили фридриха он там потерял 14 тысяч человек 45 оружий и соответственно время было потеряно потому что тем временем франция все-таки перешла рейн и начала наступать там по германии в сторону пруссии поэтому фридрих потерпев там поражение не смог быстро вену взять как он хотел чтобы она быстро выиграть перебросил войска на францию тем временем австрия захватила силезию в частности основной город брислава однако разбив французов туда фридрих вернулся и опять всю силезию отбил то есть австрийцами получилось что никаких изменений на фронте не было хотя война была очень динамичная в процессе вот австрийского наступления они даже на короткое время австрийцы в октябре 57 года захватили берлин но потом в общем бежали франции получается войска дала но их разбил опять этот самый на четверо фридрих прусский хотя ганновер был захвачен то есть вот так ганновер который вообще она принадлежал англии до ганновер франция захватила но проще не смогла их полностью разбил фридрих тем временем россия примерно к концу весны 1757 года пока фридрих громил австрию они собрали войска где-то в курляндии значит польша ничего из себя не представляла польша фактически это марионетка российская и то есть туда они войска вводили просто когда хотели они регулярно выводили например войска в польшу для подавления украинских гайдамаков ну вот значит они опять ввели в польшу тем более курляндия вообще была отдельная и там то еще еще хуже еще больше зависим от россии собрали там сконцентрировали на начали потом наступление на восточную пруссию там вот это восточная пруссия кенигсберг принадлежала опять же фридриху то есть пруссии наступление начали где-то в середине июля то есть чуть ли не через год после официального вступления россии войну наконец-то вот русские вас к на горизонте появились на периферийном фронте где-то на востоке вот таким образом в семилетней войне участвовали ну им удалось взять город мебель а также при гросс егерсдорфе при деревне разбили русскую армию правда периферийную то есть не самого фридриха вот те войска которые на заслон кенигсберга поставили но вот их разгромили однако 27 августа 1757 года апраксин решил отступать посчитав что значит нет провианта нет фража все устали и значит поэтому решил вот надо временно дойти за нем он то есть как бы вот на зимние квартиры но правда в августе еще на зимние квартиры рановато ну и все вот эти все успехи июля августа закончились тем что просто апраксин отвел русские войска ну говорят что вот елизавета была больная и он думал что придет к власти петр 3 петр 3 хотел наоборот чтобы были союзниками с пруссией в целом конечно россия непонятно что тут опять делал то что это европейская война и что делают русские войска под кенигсбергом конечно и солдаты не представляли и апраксин сам тоже но тем не менее 16 октября уже выздоровела елизавета они арестовали этого апраксина за вот это отступление допрашивали и в следующем году в 58 он умрет в тюрьме апраксин командующий больше ну на этом вся русской кампании кончилась 57 года швеция тоже пыталась что-то там против фридриха замутить вступила в войну пытаясь отбить свои вот эти земли померание которые ранее пруссия захватила о чем я уже много раз рассказывал ну шведов тоже ничего не вышло их блокировали в городе штальзунд то есть в целом в общем пруссия держится хотя блицкрик провалился вот такие в европе события тем временем в америке в америке просят они подкрепление из англии в англии опять долго болтают наконец значит там премьер-министр уильям питт решил двинуть 7 полков в америку и взять луисбург то есть это крупнейшая крепость канады то есть взять канаду и закрыть этот фронт однако у него там были внутренние конфликты значит король вообще в марте 57 года этого пита сместил несколько месяцев правительства в англии не было потом опять назначил и так далее поэтому вот как раз пит был сторонник наступления в америке ну в общем опять эти все внутренние разборки англичан которые опять не знали то ли будем в америке наступать то ли еще где завершились тем что задержали 7 полков прибыло все-таки в июле в америку британских и значит потом они сочли что слишком много уже сил франция перебросила тоже в луисбург решили не наступать и все эти семь полков отвели в нью-йорк тем временем начала наступать собственно франция которая взяла в этом году форт уильям генри это все там же на штат нью-йорк то есть на канадском направлении значит на канадском направлении второй год англия планирует наступление но почему-то все кончать с тем что наступает наоборот франция такие дела ну и в общем считается что тут дальнейшие поражение британцев и индейцы активно участвуют на стороне французов все это время в англии тем временем идут скандалы что американский фронт значит терпит постоянные поражения и сами американцы тоже в общем считают что англия серьезно не защищает и семилетняя война она поднялась самосознание в колониях то что они видели что британские войска терпят постоянные поражения от французов крупные события тем не менее происходит в индии в индии значит в предыдущем году бенгалия то есть в общем то княжества индийская вступила в войну на стороне франции и напала на британскую факторию калькутта на тот момент вообще была слабая британия в индии и они там в основном торговали то есть калькутта был британский торговый город но вот бенгалия плюс франция напали на калькутту о чем я уже говорил в пятьдесят шестом году и значит захватили ее до в мадрассе это где-то совсем к югу и совсем не бенгалия все-таки еще были английские войска они храняли торговцев то есть колонии никаких сплошных не было в британии были отдельные города торговые гораздо лучше было положение франции там в индии в общем из матраса перекинули отряд роберта клаева который калькутту отбил и пытался с этим самым навабом бенгалии то есть правителем бенгалии договориться чтобы значит наоборот он перешел на сторону британии и наоборот нападал на французские фактории они на британские процессе этих переговоров выяснилось что у них там в бенгалии есть заговор и военачальника мир джафар предложил британцам значит свернуть этого наваба тем более этот наваб он как же про косячил он же напал первый на британцев вот он предложил значит свернуть потому что теперь они правы и поставить этого мир джафара значит они договорились поэтому выступил клайв против этого значит сираджа сираджа мы звали старого наваба против старого наваба выступил и 23 июня 1757 года состоялась битва при плеси знаменитая которые победили британцы при этом этот самый мир джафар был держал нейтралитет и ждал кто кого победит то ли сирадж победит то ли британцы победят короче британцы победили после этого мира джафар явился на встречу с клайвом они захватили город мурши дабад столицу бенгалии то есть крупного княжества и богатого индийского прошлый правитель сирадж от даула бежал на него поймали и убили самое главное что они казну взяли этой бенгалии где было значит порядка полтора миллиона фунтов стерлингов причем поскольку клайф то поучаствовал клайв взял 234 тысячи фунтов стерлингов что огромную сумму по тем временам представляла а также с миром джафаром они договорились на два с половиной миллиона что им этот самый полководец который перегород устраивал заплатит британцам два с половиной миллиона за то что они его поставят на престол бенгалии оказалось что в казне всего полтора миллиона и из них он уже обещал короче 300 тысяч клайву лично значит получалось он задолжал англичанам всю казну вообще взяли тогда британцы в знак уплаты в калькутту другую половину суммы он остался должен ждать он попал зависимость денежную от британцев и британцы это запомнили и под эти деньги под его долги которые никак не мог собрать они там захватывали земли и вообще фактически захватили власть бенгали чуть позднее сама по себе стычка была небольшая вот этот самый наваб потерял 500 калвареристов и трех слонов вот так пишут британцы потеряли совсем мало что-то порядка 18 убитыми из которых в основном тоже были сипаи то есть индусы получилось что британцы стравили индусов между собой но эффект был огромный от этого то есть до 1756 года у британцев там были только торговые точки города вот просто вот которые торговали а уже после битвы при плеси они начали завоевание системной индии вот с этой бенгалии они начали то есть после битвы при плеси они уже стали там империй и указывали там бенгальским всем этим властям и всем другим вот считается это начало индийской власти вот у индии эта битва но тем не менее пока у них еще силы британцев небольшие допустим французы наступают в провинции ариса и французской армии там еще тоже достаточно сильная при том что до британия уже в сфере влияния бенгалия в сфере влияния британии безусловно в 1757 году ключевые события айратско-манжурской войны происходят значит как я уже говорил имеется крупное ханство джунгарское ханство народа айрата который порядка ста лет не могут завоевать китайцы причем джунгары периодически нападали уже на территории собственно китая в общем идет длительная война между айратами и китайцами которые сопровождаются переменами к обычно на востоке нелегальными рейдами и так далее еще обе стороны друг другу регулярно кидают на что-то там договариваться потом снова война при этом китайцы захватили монголию монголия как бы во власти китайцев но тоже автономная вот а сибирь получилось начат русская китайцы постоянно пытались натравить россию россия периодически тоже воевала с айратами которые делали рейда в сибирь для защиты от айратов россия построил там сибирскую линию о чем я рассказал ну вот как раз в 1745 году у самих айратов начался кризис умер хан началась там борьба за власть сначала претендент был значит отдаваться на ханский престол и он боролся за власть вместе с наеном амурсаной то есть амурсана был наен таскать представитель знать и вот он поддерживал претендента на ханский престол значит добаться даваться на они побежали к казахам там собрали войска и воевали против лама дорчи это 1751 год значит они долго воевали то есть это айраты между собой получать свою еда в пятьдесят третьем году они поставили до бачи ряд князей они выдвинули значит другого ставленника джиргала и с этим джиргалом еще тоже опять амурсана и дабачи повоевали пока айраты воюет цинская империя начала готовить армию для завоевания вообще джунгари чёных давно хотела с 50-го года в результате вот этой всей войны которые практически 45 года длится до уже через пять лет начали некоторые айраты перебегать на китайскую сторону то что война там разные клики воюет да там кто-то проиграл и так далее вот и получилось много беженцев их принимали китайцы даже на почести им там всякие выздавали помощь оказывали и делали из них соответственно войска для того чтобы дальше с помощью этих всех эмигрантов захватить джунгарию собирали они также монголов то есть вот халха монголов из которых тоже они серьезные армии создавали тоже для захвата джунгари ну вот все это продолжается потом значит пока китайцы войну готовят этот самый дабачи он поругался с амурсан и со своим главным сторонником произошло сражение в 1754 году амурсан на сражение проиграл и тоже побежал в монголию которая под китаем в монголии он явился китайцам и сказал что он будет служить китайцам его в пекин отправили при пекинском дворе этого амурсану поддержали потому что они вообще хотели захватить джунгара да и вот да теперь у них был значит предлог получается вот у них претендент на престол все можно официально войну развернуть которую они уже лет пять готовили все устроили мобилизацию китайцы чтоб наконец покончить джунгаре о чем они мечтали очень давно посадили на лошадей всех воинов то что айраты против них очень хорошо воевали они могли их покорить массово реквизировали в монголии коней вот это вот все и были очень недовольны монголы мобилизациями однако войска они собрали и начали вторжение весной 1755 года в джунгарское ханство ну вот тот факт что там был амурсана вызывал у него было много сторонников среди айратов вызывал полный разгром потому что айраты переходили все на сторону амурсана он искать призывал их подчиниться китайцам даваться серьезных сил не собрал их разбили он бежал в кашгар в кашгаре его мусульмане схватили и передали амурсане ну все значит тут после десяти лет войны там уже слабые были айраты все они массово сдавались китайцам китайцы захватили джунгари однако хотя китайцы первоначально обещали амурсане что они джунгарию отдадут ему то есть он просто амурсану думал что китайцы поставят на престол китайцы этого не сделали они поделили джунгарию на 4 ханства с во главе с разной администрации да с местной аристократии разделили страну поставили там свои гарнизоны но крупные войска которые они собрали они не могли его долго держать тем более в такой стране где плохо с питанием они его начали распускать войска оставили небольшие гарнизоны тем временем амурсана вез этого пленного даваться к китайцам когда он узнал про эти все значит события он договорился с монголами некоторыми напал на эти маньчжурские китайские войска которые охраняли границу между монголией и джунгари разбил их и добежал до джунгари где призвал к восстанию то есть вот тот самый амурсана который китайцев привел он потом еще возглавил восстание против китайцев потому что он счет что китайцы его обманули они обещали ханом сделать и ничего не сделали он смог более-менее собрать там во-первых слабые гарнизоны были эти китайские однако не все поддержали кроме того они считали что амурсана не может быть ханом потому что у него низкий уровень по иерархии сравнительно в общем не все поддержали хотя его провозгласили ханом какое-то время амурсану самом лагере сторонников начались раздоры драки и началась война опять возобновилась короче война айратов между собой тем временем подошли опять большая армия манжуров и амурсана счет что он не может с ним воевать и бежал казахом пятьдесят шестом году преследуя амурсану китайцы вступили на территорию россии думаю первоначально что он бежал в россию подошли к усть каменногорской крепости кроме того на территорию россии бежали в большом количестве айрата и потребовали чтобы выдали значит айратов и выдали амурсану россия айратов не выдала но они сказали что амурсана казахом ушел поэтому значит китайцы опять начали наступление теперь на территорию казахстана в августе 1756 года они там разбили казахов которые перешли на сторону этого мурсана то есть это уже война была самими казахами и казахи тоже побежали к русским этим линиям потому что русские уже выстроить и сибирские линии и казахи думали что не прорвут китайцы получилось что значит в конце 56 года сибирского губернатора втянули в войну вообще россию втянули в войну потому что вот после того как подавили восстание айратов китайцы вот этого мурсана они просто начали там истреблять население они решили что они не могут контролировать 1 но то они войска увели айрата восстали значит их надо просто истребить и они убивали там сотнями тысяч айратов просто решили истребить территорию заселить китайцы или монголами потому что рада и мне подчиняются естественно чтобы избежать этого айрата в большом количестве как то много бежал в сибирь под защиту россии Теперь разбили еще казахов. Китайцы и казахи тоже побежали в Россию. Россия длительно говорила, что она не вмешивается в войну между Китаем и Джунгари и продолжали эту позицию. Однако было принято решение беженцев айратских принимать. Россия принимала беженцев, но в то же время китайцам заявляла, что они войны не ведут, они просто принимают беглых этих айрат. Тем временем началось восстание монголов. Брата Багдогогена возглавлял монголов, но они считают в составе Китая. Его брата обвинили в том, что он этого Амур-сана упустил, что Амур-сана сговорился с монголами и поэтому строил восстание. Его брата повесили в Пекине. Однако монголы возмущались этим всем, что творят тут китайцы. И военачальник монголов Чуин Гунжав восстал. Собрал там серьезные силы всех недовольных китайцами, недовольных мобилизацией. Он связался с Амур-саной, с айратами. И в общем началось такое общее восстание. Монголы родственны айратам по языку и генетически. Значит монголы в принципе поддержали, однако Амур-сана же не смог ничего организовать, бежал к казахам. Поэтому китайцы накинулись на монголов. 17 января 1957 года Чун Гунжава они захватили, увезли в Пекин и 12 июня в Пекине казнили его с его сыновьями. То есть вот это восстание монголов тоже провалилось. Тем временем Амур-сана все равно убежал получается от всех. Пытался в горах из вот этих беглых айратов создать все равно войска. Пытался втянуть в войну Россию. Предложил России, что может быть Россия тогда его поставит на престол джунгарский. Россия отказала. Россия сказала в войне участвовать не будут, но они будут принимать беженцев айратов на Алтай. И там на территории, которую Россия контролировала, в Ускаминогорск, там Семипалатинск, вот за линию, которую казаки держали, они будут принимать айратов. Ну вот весной 1957 года решающие события произошли. То есть Амур-сана с последними своими сторонниками двинулся опять туда, значит, в джунгарию. Он думал, что Чун Гунжав сражается, то есть что монголы восстали, и он хотел объединиться. Значит, он, когда уже явился в джунгарию, он узнал, что монголов разбили, атаковал гарнизоны китайские, и развернул там активное, значит, сопротивление. Примерно весной и летом 1957 года он все еще воевал там с китайцами, пытаясь их вытеснить. Однако айраты были полностью разбиты к тому времени, китайцы уничтожали массовое население, многие уже ушли в Россию, поэтому он не собрал там серьезных сил, потерпел ряд поражений и начал отступать. Эти действия Амур-саны привели к тому, что китайцы продолжали просто убивать айратов по национальному признаку, то есть они осуществляли геноцид айратов, это доказано в эту войну, все об этом пишут, сами китайцы тоже. Айраты бежали на российскую территорию. Ну вот после вот этих всех поражений 28 июля 1757 года, вот почему я с 1757 годом связываю, это ключевой год, является в Семипалатинск на русскую территорию, это Амур-сана, и просит убежище. Выяснилось, что он больной оспой, они ему оказали медицинскую помощь, но оспу они не лечили, конечно, русские. Они его послали в Тобольск, в Тобольске он общался с вице-губернатором Сибири, продолжал болеть, и в Тобольске он от оспы умер 15 сентября 1757 года. Китайцы потребовали, чтобы им труп показали. То есть китайцы считали, что они Амур-сану русские держат, чтобы устроить восстание в Джунгарию, захватить. И, короче, по распоряжению губернатора сибирского, труп Амур-саны, уже мертвого этого повстанца Айратского, его вывезли в Кяхту, где торговля была с китайцами. И там представителям Китая уже в 1958 году, то есть полгода везли, показали в марте 1958 года труп этого Амур-сана китайцам. Все, вот с этого считается момент, что восстание Амур-сана прекратилось. В процессе геноцида, значит, Айратов было примерно 600 тысяч и уничтожили 90%. Вот сейчас там только небольшие группы Айратов до сих пор в Джунгарии, а они заселяли там сплошняком. Все это был очень многочисленный народ. Вот 90% населения китайцы просто убили, просто чтобы там не было никакого народа, который мог бы против них восстать. Хотя остатки все-таки Айратов там есть, они потом там размножились, но они сейчас не доминируют, там доминируют и горы, насколько я понимаю. Крупная группа Айратов пробилась с боями в Калмыцкое ханство. Ушло на Волгу во время вот этих всех событий. Потому что там уже были калмыкии, это родственный им народ, даже все считают, что это один народ в Калмыкии сейчас. Вот часть ушла к калмыкам все-таки, чтобы их не истребили китайцы. Ну и в общем, в целом, вот она теперь, значит, карта Китая по итогам этих событий. Китай у нас теперь контролирует Джунгарию. Китай теперь может, в принципе, захватить Казахстан, потому что Казахстан там в основном независимый еще. У Китая есть, безусловно, Амур, как он и ранее был. То есть вот эта часть Сибири, то, что мы сейчас считаем Сибирью, это все Китаем было. Автономная Монголия, которая на самом деле не автономная, тоже что хотят там делать. И вот теперь Китай серьезную предоставляет опасность именно для России, потому что Китай может, в принципе, захватить Казахстан теперь. Вот такие у нас дела в 1757 году. Казахстан